ПАСХ Сегодня священное собрание праздника Пасхи. Мы воздаем славу и хвалу Богу Элохим, Богу Отцу и Богу Матери за то, что позволили нам соблюдать Пасху. Перед тем, как мы начнем главное богослужение Пасхи, давайте рассмотрим значение церемонии омовения ног Пасхи, которой Иисус научил нас две тысячи лет назад. Откроем книгу от Иоанна, 13 глава. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, и Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Приходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек?» Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Перейдем к 12 стиху. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возвекший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны, что делать? Умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Перед тем, как начнем главное богослужение праздника Пасхи, мы должны совершить церемонию омовения ног согласно учению Иисуса. Только после омовения наших ног мы можем принять участие в святой трапезе, в которой мы можем приобщиться к святому телу Христа. Бог сказал, что если несовершивший омовения ног примет участие в трапезе Христа, то это приведет его к совершению еще большего греха. Поэтому все мы должны принять участие в церемонии омовения ног сегодня. Это называется церемония омовения ног, потому что мы омываем ноги во время этой церемонии. Не принявшие участие в этой церемонии не могут участвовать и в трапезе приобщения Пасхи. Выполняя эту процедуру, мы следуем учению Библии. Поэтому мы обязательно должны совершить эту церемонию. Давайте откроем книгу «Исход», 30 глава, и посмотрим, как объясняется об этом постановлении в Ветхом Завете. В 17 стихе, 30 главы, «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай умывальник медный для омовения и подножие его медное и поставь его между скиньей собрания и между жертвенником и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои». В Ветхом Завете была церемония, во время которой омывали руки и ноги. Однако в Новом Завете Иисус сказал, что нужно только ноги умыть. Еще раз посмотрим 19 стих. «И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинье собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Когда священники в Ветхом Завете, не совершив омовения рук и ног, вошли в скинье собрание, чтобы исполнить там миссию, они все без исключения умерли. Это был очень строгий порядок». Также и в эту эпоху Библия учит нас, что если мы примем участие в трапезе приобщения Пасхи без омовения ног, то это в конечном итоге приведет нас к совершению еще большего греха. Следовательно, мы должны проводить трапезу приобщения Пасхи согласно этому порядку церемонии. Еще раз посмотрим 20 стих. «Когда они должны входить в скинье собрание, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть, или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги своей водою, чтобы им не умереть, и будет им это уставом вечным, ему и потомком его, в роды их». Священники в Ветхом Завете должны были омыть руки и ноги водой из умывальника перед тем, как войти в скинье собрание, чтобы исполнить там миссию. Только священники, умывшие руки и ноги, имели право войти в скинье. Сегодня мы соблюдаем Пасху и через нее приобщаемся к Святой Плоти Христа и Его драгоценной крови. Как священники в Ветхом Завете, в Новом Завете, в книге от Иоанна написано, что Иисус совершил церемонию омовения ног, омыв ноги своим ученикам, чтобы подать нам пример. Если мы примем участие в трапезе приобщения Пасхи без омовения ног, то мы не будем отличаться от тех священников в Ветхом Завете, которые вошли в скинье собрания, не омыв руки и ноги. жизни таких священников Бог даже положил конец. Глядя на это, мы можем понять, что мы никогда не должны легко относиться к этому вопросу также и в Новом Завете. по этой причине во времена ранней церкви все святые считали церемонию Пасхи очень важной. Также Библия гласит, что за проблемами в церемонии приобщения к хлебу и вину Пасхи следовали неблагодатные случаи. Даже если вы соблюдаете Пасху в первый раз сегодня и не знакомы с этим праздником, прошу вас понять, что только те, кто принял участие в церемонии омовения ног по руководству церкви могут участвовать в трапезе приобщения Пасхи, на которой мы едим пасхальный хлеб и пьем пасхальное вино. Посмотрим книгу 1 Коринфянам 11 стих 23 «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, благодарив, преломил и сказал, «Примите и едите сие тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечеря и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Стих 28. «Да испытывает же себя человек и таким образом, пусть и ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает». В 30 стихе 11 главы книги 1 Коринфянам говорится о результате несоблюдения Пасхи по ее уставу. «Сегодня мы с вами соблюдаем Святую Пасху в день, который мы можем получить вечную жизнь, избежать бедствий и получить Божью печать, как небесный народ». Но во всей этой церемонии есть процессы и постановления. Сегодня я прошу вас всех соблюдать Пасху упорядоченным образом, начиная с церемонии омовения ног до трапезы приобщения Пасхи, чтобы все члены семьи Сиона были благословлены Богом и пребывали в любви отца и матери в течение года. На этом я завершаю сегодняшнюю проповедь для церемонии омовения ног. Спасибо. Спасибо. субтитры